Завод нам досталось без счета, энергия наша работа, энергия наша работа, энергия наша судьба. В Омском государственном техническом университете готовят специалистов, бакалавров, магистрантов в области теплоэнергетики, которые занимаются проектированием, созданием и эксплуатацией энергетических установок. Этим занимается кафедра теплоэнергетика. С 2013 года кафедрой руководит Михайлов Андрей Гарьевич. В настоящий момент кафедра готовит бакалавров по направлению 130301, теплоэнергетика и теплотехника, по направлению промышленная теплоэнергетика и тепловые электрические станции. Также ведется подготовка магистров по направлению 130401, промышленная теплоэнергетика. Открыта подготовка специалистов среднего профессионального образования по специальности 130202, теплоснабжение и теплотехническое оборудование. Работу на кафедре образовательную и научную ведут профессиональные преподаватели. Это прежде всего профессор, доктор наук Парамонов Александр Михайлович, который вместе с доцентом Цукановой Татьяной Вячеславной ведут работу в новой лаборатории водоподготовки, водоснабжения промышленных предприятий. Также работают на кафедре доценты и кандидаты наук Михайлов Андрей Гарьевич, лаборатория промышленная теплоэнергетика, Слободина Екатерина Николаевна, лаборатория альтернативная энергетика и промышленная теплоэнергетика. Бодраков Пётр Андреевич, лаборатория тепловые двигатели и лаборатория цифрового моделирования объектов энергетики. Приходченко Алексей Всеволодович, лаборатория теплотехнические измерения и тепловые электрические станции. Ненварёв Игорь Анатольевич, лаборатория тепломассообменное оборудование. И цифровое моделирование объектов энергетики. Кондратьев Николай Викторович, лаборатория тепловые электрические станции и системы теплоснабжения. Кривошейн Михаил Александрович, лаборатория вентиляционной системы. Таран Михаил Алексеевич, лаборатория теплотехника и теплотехнологии, лаборатория вентиляционной системы. Винниченко Василий Сергеевич, лаборатория теоретические основы теплотехники. Большой вклад вносят и другие преподаватели. Это Глухов Сергей Витальевич, Рысев Павел Валерьевич, Коваленко Дмитрий Валерьевич, Степашкин Иван Александрович, лаборатория теплотехника и теплотехнологии, моделирование процессов теплопереноса, системы теплоснабжения. Заведуют лабораториями Лупенцов Валерий Витальевич. Ему помогают активно учебные мастера Батракова Анастасия Александровна и Терещенко Елена Анатольевна. Все преподаватели обеспечивают высококвалифицированную подготовку студентов. На кафе теплоэнергетика налажены тесные связи с предприятиями, которые являются нашими индустриальными партнерами. Эти предприятия разрабатывают, производят и эксплуатируют теплоэнергетическое и теплотехническое оборудование, вырабатывают тепловую электрическую энергию. В городе Омске среди таких крупных предприятий можно назвать территориальная генерирующая компания номер 11, омские распределительные тепловые сети, муниципальное предприятие «Тепловая компания», СИБНЕФТЬ, ОНПЗ, ОМСКТЕХУГЛИРОД, ОМСКИЙ ЗАВОД ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОИЗОДСТВОНОЕ ОБЕДНЕНИЕ ПОЛЁТ ИБАРАНОВА, КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА и многие другие организации. На предприятиях всего западно-сибирского региона, а также европейской части страны, есть большая заинтересованность специалистов нашего направления. В этот раз в Нефтьюганск приехали 27 человек. Данная стажировка у нас организована для преподавателей из 32 вузов-партнеров. В этот раз у нас были Омский государственный технический университет Южного Ураста. Это используется при подготовке студентов. Вся учебная деятельность кафедры, учебные программы, методические комплексы, программы практик, привязаны к интересам ведущих предприятий. Ведь учить студентов, основываясь лишь на теоретических знаниях, невозможно. Ну, здесь главный плюс в том, что я это сам в глаза увидел, и когда я буду студентам рассказывать, я могу уже говорить, какие есть недостатки, какие есть преимущества, на что нужно обратить им в дальнейшем, чтобы, когда они уже учились, то есть они уже знали на перспективу, то есть не устаревшую какую-то информацию, а современную, то, что она сейчас есть на данный момент времени. Ежегодно сотрудники кафедры издают достаточное количество научных статей, получают патенты на изобретения, издают учебные пособия и монографии. Это является результатом научной деятельности преподавателей на базе наших научных лабораторий. Кажется, что еще можно изобрести в теплоэнергетике, ведь все и так прекрасно работает. Но нет, ученые всегда стараются найти то, что может помочь добиться экономии и большей эффективности. Технический университет не исключение. Мы занимаемся разработкой нового теплоносителя, который бы мы могли использовать в промышленных котлах. Когда мы добавляем наночастицы в стандартную жидкость воду, меняются теплофизические свойства этой жидкости. Поэтому мы работаем над тем, чтобы благодаря такому теплоносителю интенсифицировать процесс теплообмена в самом внутри котла. Работа в этом направлении ведется при непосредственном активном участии наших студентов, бакалавров и магистрантов. И в заключение я бы хотел вам сказать, что теплоэнергетическое и теплотехническое оборудование применяется повсеместно. Среди основных крупных направлений возможного трудоустройства наших выпускников можно выделить финансово обеспеченные предприятия теплоэнергетики, Газпрома, нефтехимии. В целом мы готовим универсальных специалистов, которые востребованы в самых различных областях промышленности. Теплоэнергетика ждет вас! Теплоэнергетика 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 Теплоэнергетика